Канадские разработки Канадские разработки Канадские разработки В подтверждении своих слов Представитель водоканала Добровольно становится под душ Ну вот мы как раз стоим Под системой орошения Да, видно как работают форсунки Кроме приятного запаха Больше мы с вами Наверное, больше ничего не ощущаем Вообще-то здесь В двух шагах из зловонной жижи Запах довольно странный Что-то вроде смеси, канализации и ромашки. А вот в десятки метров от орошающей системы... Как-то даже странно, но здесь действительно свежий воздух. Пахнет дровой, лесом. Пожалуй, единственный неприятный запах – выхлопные газы от проезжающих мимо машин. В день уходит от 10 до 100 литров концентрата в зависимости от ветра и температуры. Задача справиться с запахом двух миллионов кубометров дурнопахнущих осадков, которые остаются после очистки воды. Смонтирована установка по уничтожению неприятного запаха. Она достаточно проста в эксплуатации. Это бак воды. Это емкости реагента. Бак смешения, где вода смешивается реагентом. Правда, все это не решение проблемы, а скорее способ дождаться, пока сточный осадок, который скопился до строительства сжигающего завода, переработают в таких вот специальных установках. Ароматическое орошение для Петербурга пока пилотный проект. Он работает месяц. Сейчас распылители установлены только со стороны кольцевой. Впрочем, в водоканале уже поняли, что технология работает и собираются расширять границы аромозоны. Екатерина Линникова, Андрей Ветров, Федор Курбатов. Новости Санкт-Петербург.